Привет! Вы на канале Алексея Соломатина. Сегодня я вам расскажу об одном интересном месте Парижа, которое оставит мало кого равнодушным. Парижское кладбище Перла-Шест считается одним из самых посещаемых в мире. Здесь похоронено огромное количество знаменитых на весь мир людей. Однако найти эти могилы довольно сложно, из-за огромной площади кладбища и отсутствия официальной нормальной карты с GPS-координатами. После посещения мной этого кладбища я создал такую карту с GPS-метками, ссылку на нее я оставлю в описании к этому видео. Итак, усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Мы начинаем! Кладбище Перла-Шест названо в честь духовного служителя Франсуа де Ла-Шеста, который исповедовал у Людовика XIV. Впрочем, если выразиться точнее, так называется местность, а кладбище появилось там позже. Наполеон I открыл кладбище Перла-Шест в 1804 году. До этого здешний район больше был известен как беднязкий и опасный. Перла-Шест находится в 20-м округе Парижа. Это крупнейшее и самое посещаемое кладбище французской столицы. Кроме того, это крупнейший музей надгробной скульптуры под открытым небом. Кладбище занимает 48 гектар, а количество могил превышает миллион. Кладбище открыто ежедневно с 9 утра до 6 вечера, а вход сюда абсолютно бесплатный. Лучший способ сюда добраться – это метро. Самая ближайшая станция метро к центральному входу – Филипп Август. Второй способ – одноименная станция Перла-Шест на пересечении второй и третьей линии парижского метро. Оттуда вам придется идти около 500 метров. Есть еще и третий вход с противоположной стороны кладбища. Некоторые посетители предпочитают начинать осмотр именно с противоположного входа, так как там неподалеку находится одна из самых популярных могил – Оскара Уальда. В этом случае вам нужно доехать до станции метро Гамбета третьей линии и немного пройтись. По кладбищу можно гулять целый день. Это не совсем кладбище в нашем привычном понимании. Скорее, это место пересечения эпох. Все улицы и проходы имеют каменистую поверхность. Есть крутые спуски и подъемы. Следует использовать удобную обувь и запустись водой. Ходить придется много. В некоторых местах установлены скамейки для отдыха. У центрального входа есть туалет. Имейте в виду. По времени планируйте как минимум половину дня, так как расстояние приличное и много всего любопытного. Если вам интересно посещение этого кладбища с русскоязычным гидом, можно заранее и не очень дорого забронировать экскурсию. Вас проведут по самым коротким маршрутам и дадут полную информацию об этом интереснейшем месте. Ссылку на заказ экскурсии в Париже вы также найдете в описании к этому видео. Если вы попали на кладбище через главный вход, то совсем недалеко можно найти могилу знаменитого в определенных кругах музыканта Джима Моррисона, основателя группы The Doors. Найти ее непросто, так как она находится не на улице, а за другими могилами. Там всегда многолюдно. Фанаты музыканта съезжаются на это место со всего мира. Джим Моррисон считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как своим характерным голосом, так и своеобразностью собственной сценической фигуры. Журнал Rolling Stone включил его в список ста величайших певцов всех времен. По официальной версии Моррисон скончался в Париже от сердечного приступа в ванной комнате. Неофициальных же версий существует множество. Самое популярное – наркотики. Есть версия и теории заговора. В 60-70-х годах прошлого века шла борьба с движением хиппи. Джим был ярким представителем этого движения. По этой версии его и ликвидировали спецслужбы. Недалеко от главного входа находится могила великого польского композитора Федерико Францисшика Шопена. В зрелые годы Шопен жил и работал во Франции. Один из ведущих представителей западноевропейского музыкального романтизма. Основоположник польско-национальной композиторской школы. Могилу композитора всегда украшает множество цветов разных расцветок. Шопен прожил всего 39 лет и умер от туберкулеза в Париже. Согласно желанию Шопена, его сердце перевезено в столицу Польши и хранится в одном из местных костелов. Жан-Батист Паклен, театральный псевдоним Мольер. Французский комедиограф 17 века. Создатель классической комедии по профессии актер и директор театра. Более известного как Труппа Мольера. С Мольером особая история. Именно благодаря ему кладбище Перлаше стало пользоваться особой популярностью. Поначалу кладбище, расположенное далеко от тогдашних границ города, привлекало мало клиентов. Чтобы исправить положение, власти решили добавить Перлаше с популярностью и перезахоронили здесь останки Лафонтена, баснописца и Мольера. Могилы Мольера и Лафонтена находятся рядом. Французский писатель – один из основоположников реализма в европейской литературе. Крупнейшее произведение Бальзака – серия романов и повести «Человеческая комедия», рисующая картину жизни современного писателю французского общества. Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков 19 века. Бальзак умер 18 августа 1850 года на 52 году жизни. Причина смерти – гангрена, развившаяся после того, как он поранил ногу об уголок кровати. Однако смертельная болезнь была лишь осложнением длившегося несколько лет мучительного недомогания, связанного с разрушением кровеносных сосудов. Хоронить его вышли все писатели Франции. От часовни, где с ним прощались, и до церкви, где его отпевали среди несущих гроб людей, были такие писатели, как Александр Дюма и Виктор Гюго. В композиции памятника присутствует книга и перо, которые стали для писателя основой творческой жизни. Настоящее имя – Эдит Джованна Гасьон, французская певица и актриса, ставшая всемирно знаменитой. Эдит Пиаф была женщиной с непростой судьбой. Она пережила все – головокружительные успехи падения, личные неурядницы, две автокатастрофы и наркотическую зависимость от морфия, которую ей кололи во время лечения после аварии. Ее обожала вся Франция. В 1962 году Эдит Пиаф пела с высоты Эйфелевой башни. Ее слушал весь Париж. В 47 лет Пиаф опять влюбилась. На этот раз в 27-летнего грека, парикмахера Тео, которого она вывела на сцену. Эдит придумала ему псевдоним Сарапо. С ним она была до своей смерти. Сарапо пережил ее на 7 лет и погиб в автокатастрофе. 10 октября 1963 года Эдит Пиаф не стала. Похороны певицы стоялись на кладбище Перла Шес. На них собралось более 40 тысяч человек. Многие не скрывали своих слез. Цветов было столько, что люди были вынуждены идти прямо по ним. По сей день у могилы Эдит Пиаф множество поклонников. И всегда живые цветы. Я ждал около 10 минут, чтобы сделать фото на гробной плиты. Все это время пара сидела у могилы Пиаф и слушала ее песни через динамик смартфона. Валентин Луи Жорж Эжен Марсель Прус, французский писатель, новеллист и поэт, романист, представитель модернизма в литературе, получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени» – одного из самых значительных произведений мировой литературы 20 века. Осенью 1922 года, возвращаясь из гостей, писатель простудился и заболел бронхитом. В ноябре бронхит перешел в воспаление легких. Марсель Прус скончался в Париже в ноябре 1922 года. Многие из вас еще знают Пруста с подачи журналиста Владимира Познера. В конце каждой своей программы Познер задает приглашенному гостю несколько вопросов из опросника Пруста. К вам обращается Марсель Пруст с 10 вопросами, и он просит отвечать на них коротко. У этого опросника есть своя история. В конце 19 века, когда Пруст был еще подростком, он заполнил анкету, которая называлась «Альбом для записей и мыслей». В то время подобные анкеты, показывающие вкусы, стремления и убеждения заполнявших их людей, были распространены в английских салонах. Пруст заполнял анкету несколько раз в своей жизни и всегда с энтузиазмом. В 1924 году была найдена рукопись с его ответами, датируемые 1890 годом. 27 мая 2003 года она была продана на аукционе за 102 тысячи евро. Сам Марсель Пруст не составлял опросник. Анкеты появились еще до его рождения. Однако именно его ответы были признаны наиболее оригинальными. А эта анкета вошла в историю под именем Пруста. Отдельно стоит остановиться на колумбарии кладбища. Колумбарии – место хранения урн с прахом после кремации. Колумбарий кладбища Перл-6 построен вокруг здания действующего крематория. Урны с прахом заложены в стены колумбария по всему периметру и состоят из четырех двухъярусных секций. На второй ярус войдет лестница. Все ячейки имеют номера для упрощения поиска. Здесь покоится прах анархиста-революционера Нестера Махно и загадочной жены Есенина Асидора Дункан. Нестер Махно – один из самых противоречивых революционеров-анархистов. Прах с его урной находится в ячейке под номером 6686. Это второй ярус секции колумбария. Нестер Махно во время гражданской войны 17-23 годов командовал крестьянской повстанческой армией. Родился в семье крестьянина из Гуляйполя, ныне город Запорожской области Украины. В 1906 году, в возрасте 17 лет, Махно вступил в организацию «Крестьянская группа анархокоммунистов». Так он впервые познакомился с революционными идеями и проникся ими полностью. Это объединение было известно тем, что терроризировало все Гуляйполе. После событий 1917 года у Махно был сформирован неплохой боевой отряд, который не подчинялся коммунистам. Начались гонения. В 1920 году Троцкий предложил освободить всех анархистов из тюрьм в обмен на помощь Махно против генерала Врангеля. Троцкий слово свое не сдержал. После победы над Белыми партизаны были объявлены вне закона и расстреляны. Махно, страдая от ран, пытался перебраться к границе. Наконец ему удалось, и он оказался на территории Румынии, где был немедленно арестован. Оттуда бежал. Попытка бегства оказалась удачной. И Нестор перебрался в Польшу, где опять попался властям и был заключен в тюрьму в Дацинге. Чуть позже ему разрешили переехать в Париж. Бывший украинский революционер поселился в пригороде Парижа. Однако счастья долгожданная свободы ему не принесла. Последние годы жизни герои гражданской войны прошли в бедности и безвестности. Скончался Нестор Махно от пуберкулеза 6 июля 1935 года. Асидора Дункан, американская танцовщица, новатор, основоположник свободного танца. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. Шана поэта Сергея Есенина. Ее нелепую смерть до сих пор обсуждают. Она трагически погибла в Ницце, удушившись собственным шарфом, попавшим в ось колеса автомобиля. На этом автомобиле она совершала прогулку. Прах Асидора Дункан также находится в колубаре и в ячейке под номером 6796. Если вы собираетесь в Париж или в любую другую европейскую столицу, рекомендую позаботиться о недорогом мобильном интернете от компании DreamSim. Без абонентской платы, с по килобайтной тарификацией и доставкой симки в любую точку мира. Деньги на балансе не сгорают. Стоимость 7 мегабайта в Европе всего 1 евроцент. Ссылку на заказ сим-карты вы найдете в описании к этому видео. От колумбария движемся дальше к не менее интересным личностям и их могилам. Тем более, что история могил иногда гораздо ярче той жизни, которую прожил человек. Таким примером может послужить могила Виктора Нуара. Виктор Нуар – французский журналист, чья гибель прославила его и стала поводом для усиления оппозиционных бонапартизм и настроений в французском обществе. Родился в семье еврейского сапожника, принявшего католичество. Работал журналистом в газете Марсельезе. Писал под севернодимом Виктор Нуар. Был застрелен в Париже 10 января 1870 года оппозиционно настроенным принцем Пьером Наполеоном Бонапартом, племянником Наполеона III, явившись к нему домой в качестве секунданта оппозиционного журналиста Паскаля Грусе. Главная причина, почему люди идут к этой могиле, кроется в пикантной истории. Все дело в том, что когда тело убитого журналиста привезли в морг, у него произошла эрекция. Над монументом для могилы Виктора работал скульптор Жюль Далу. Он был изготовлен из бронзы в натуральную величину и изображает Нуар в момент смерти. Можно заметить, что бронзовая копия журналиста имеет заметную выпуклость в районе паха. У парижанок появилась легенда, согласно которой, чтобы в течение года забеременеть, выйти замуж или избавиться от всех проблем в интимной сфере, нужно положить в цилиндр цветок, поцеловать монумент в губы и потереть ту самую выпуклость. Как видно, эти места уже отполированы до блеска. Неудивительно, что могила Виктора Нуара является одним из самых посещаемых мест кладбища Перлаше. В завершении посмотрим на самое популярное место кладбища Перлаше – памятник в виде летящего сфинкса на могиле английского поэта и писателя Оскара Уальда. Его можно назвать одним из самых известных драматургов позднего викторианского периода. Одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма с непростой судьбой и послесмертной историей. Оскар Уальд был большим оригиналом при жизни. Возможно, именно поэтому на месте его захоронения сложилась такая необычная традиция – оставлять отпечатки красной помады. Первые следы поцелуев появились на надгробии в конце 90-х годов. Нередко они сопровождались надписями в духе «Продолжай смотреть на звезды!». Настоящая красота заканчивается там, где начинается разум, но и другие цитаты из его жизни. Тысячи поклонниц творчества писателя считали своим долгом оставить на памятнике отпечаток алых губ. В 2011 году власти загородили памятник стеклянной ширмой с табличкой-предупреждением о запрете оставлять на стекле какие-либо следы. Однако следы поцелуев можно увидеть теперь и на стекле. Записки и цветы теперь закидывают между стеклом и памятником. Оскар Уальд живет в сердца своих поклонников, а губная помада таки остается на стекле его загробной жизни в виде сердечек и поцелуев. Красный, пойду себе. Я в порядке. Откровенно говоря, нет. Если дашь ей уйти, умрешь. Когда умирает сердце, это самая страшная смерть. О боже. На этом все. Если вам понравились истории кладбища Перла Шес, обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на этот канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Так вы не пропустите мои следующие видео. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok